То, что они не в полном составе, сюда подъезжают родители. И поверьте, это заставит их собрагнуться. А вас задуматься о том, что бы вы хотели сделать со своими. Ну, в таком случае сядьте поудобнее и наслаждайтесь. Посмотрите, как это делаем мы. Поехали. Лена и Оля — прекрасные вокалистки группы «Серебро», призершие Евровидение 2007. Сыграют роль невест молодого человека по имени Дмитрий. Дмитрий Крышаков — парень творческий. Больше всего в жизни ценит собственную свободу, на которую пытаются постигнуть его родители. Мама Наталья Юрьевна считает, что единственный вариант приструнить сына — женить его. Мама — женщина строгая и нетерпеливая. Даже супруг никогда не берется спорить с ним. Андрей Валерьевич тоже пытается спасти сына от разгильдяйства посредством женитьбы. Папа — человек общительный, с чувством юмора. Родители едут знакомиться с невестой сына. Возможно, их мечта женить Диму уже не за горами. Родители немного нервничают. А тем временем Оля и Лена готовятся достоверно сыграть свои роли, чтобы родители раз и навсегда передумали женить Диму против его воли. Друзья, это Дмитрий, который всего лишь хочет наказать своих родителей за излишнюю опеку над ним. В чем дело? Понимаешь, мои родители, они хорошие люди. Они вот, я не считаю, школа, институт. Все, теперь надо работать и заводить семью. Я не хочу еще семьей. Я работать не хочу. Ты понимаешь, что это жестокая, беспринципная передача? Я не остановлюсь, если мы начнем. Я никогда не остановлюсь, если мы начинаем. Более того, мы тоже не остановимся, если мы начнем. О, вас-то я знаю давно, я уверен в этом. Сейчас мне жалко стало родителей. Да ладно, нет, тебе не должно быть жалко вообще. Давай по-настоящему пошли. Мы по-настоящему будем хорошими. Вы разговариваете с Димой на эту тему, но мы ввязались в эту эльгуру. Мы просто не имеем права быть хорошими. Я люблю тебя, Дима. Видео, мне пора. Види, куда очень милый. Это ты? Это я. Мы так же, мы тебя не видели. Привет, привет, привет. Ребята, спасите, последний раз прошу. Я, кстати, не виделся в этой тему. Слава, дарю. Так, а возможность увидеть? Мамочка попала уже в западню. Нет, мамочка, беги, беги. Не ходи в этот дом. На чей-то стороне? Я не знаю. Двезда моя. Пойдемте. Я вам все покажу. Это как вам машина? Вы, вы? Да, мы их будем есть. Нет, нет. Они, понимаете, мы их разводим, когда они вот так смотрят. Что значит мы? Да, давай, дай сюда. Пойдемте, пойдемте. Все, пойдемте. Я вам все покажу. Здрасте. Здрасте. Это моя Рашвей. Рашвей в переводе с английского. Это луч солнца. Это моя Рашвей. На Евровидении, да. Я бы лучше погляжу. На Берман. Да, на Берман. Солнце на Берман. В общем, это было раньше. Дело в том, что группа Серебро уже сегодняшнего дня официально не существует. А Максим Адеев знает? Максим Адеев уже знает. Уже неделю как группа Серебро не существует, потому что... Ну, в общем, пусть Дима расскажет, я сейчас на секундочку приду. Сейчас приду. Далее в программе. Розыгрыш родителей продолжается. Кто бы мог подумать, они действительно верят в то, что их сын собрался жить сразу с двумя девушками. А тем временем Дима уже успел развалить группу Серебро. Благодаря вашему сыну группа распалась и наконец-то мы все стали на истинный путь. Знакомство с родителями на музее продолжается только что. Мы узнали, что группы Серебро больше не существует, и они стали на путь просветления. Что же будет дальше? Вообще, мы знакомы уже довольно давно. Идея. Мы уже вместе, Степан. Такому мы давно. Я вам не рассказывал, что вы очень всегда хотели, чтобы я стану мужем. Пожалуйста, я ее стану. Я понимаю, я дался немножко в шаг и шок. Я думаю, вы же рады. Ну, правда, согласись, вы же счастливы, что теперь... Просто шок. Для нас это необычно. Отлично. Отлично. Хотелось бы каких-то вот взводных фотографий. Итак, Ватха, благодаря вашему сыну, Группа распалась, и наконец-то мы все встали на истинный путь. Мы, наверное, попротив вас держать все это в секрете, потому что все-таки еще до вчерашнего дня мы были публичными людьми. Извините, я только догадываю, ты на всех трех жених? Еще пока не жених. Мы против брака. Мы раз-то полная любовь. Сейчас, следующая будет планировать. Хотелось бы, но она будет позже. Она присоединится к нам, к нам, в тибетях. Больше всего в такие моменты мне нравится, как выглядит мама. И мы скорее не жаль своих сыновей, и они ничего не могут поделать. А вы тоже Раджи? Нет, я Раджи. Раджи. А вы? Лена. Лена. Оля Лена. Вы, пожалуйста, только сейчас не волнуйтесь. Дима научил нас правильно дышать. Отмолил вас всех. Нет, он не отмолил. А что вы? Высоких чувств. Извините, пожалуйста, что ты я... Это у вас царебат, что ли? В общем, пойдите я, пожалуйста. Я ничего понимаю, мне надо выпить сначала, чтобы что-то как-то... Пар, пар. Пар, пар. У нас нет ничего, что можно выпить. И цветы едут. Повнимательнее на них. Это чистый, чистейший, чистая цвет. Нет, девочки милые. Я ничего не могу сказать. Одна, вторая, очень милая, очень приятливая. Что тут три? Ну, слушай, Паводи, меня все устраивает. Только больше, я один сын, а не три. Давайте, девочки, мы вам все расскажем. Слушай, как мы будем жить втроем и своими тремя девочками? Пап, спокойно, мама. А ты, по-моему, вообще напугалась, посмотри. Я тогда как-то представлялась, у меня уже все по-другому. Во-первых, мне бы хотелось все-таки по-другому. Мама, все нормально, все нормально. Девочки придут и все расскажут. Вы даже не представляете, что мы вам приготовили. Даша вещь. Можно просто более ехать. Очень забыли, нет же это, это моя сестра. На самом деле, да, сестры, да, но мы и нет. Мы не близняшки, но мы от одной мамы. Давайте мы сейчас расскажем родителям, как они-то запустили. Они все поймут. Вот мы сейчас их огушили, они немножко, наверное, не... Это выглядит очень... Просто огушили, у меня такая каша. Подождите, это все очень странно. На самом деле, все очень просто. Вот, Ген, расскажи, пожалуйста. Вы знаете, наши специфики работы. Вот мы даже находили, по-моему, в вечеринке показы. Вот однажды мы даже до середины в вечеринке. Мы досидели, мы спали ручно, кружилась голова, все раздражало. Мы просто устали от этой лжи, которая происходит в шоу-бизнесе. Это кошмар. Мы вышли на улицу. Едет Дима на своем мопеде, мопед у него сломался. Мы что-то разговаривали, присели на ступеньки. Осень, вы сами знаете, как это бывает. Вопрос сверху, энергии, добро. Дима, это такая судьба. Мы отказываемся от интервью, мы никуда не ездим, мы от концертов отказались. Я так понимаю, ну, все это понятно, но это же ваша работа была, да? Да, но неделю назад все поменялось после того, как мы встретились с Димой. Знаете, я, конечно, сразу, но я и проводник. Вот, звучит безумно, это правда. Самое главное, что мы умеем теперь читать мысли друг друга. Лена, а ты, пожалуйста, Лена. Давай, будешь шаги. Смотри, у тебя. А я вытман. Ты знаешь, я сейчас забыл. Понимаете? Ты видишь, что открываешь? Мы Диму знаем не всего недели, но ощущение, что гораздо дольше. Он изменил всю нашу жизнь. Ну, знаете, Махараджа, когда вы получили, вы лучше, мне кажется, вы можете поменять свою мнение. Нет, нет, я заднюю. Господи, почему-то родители не говорят за себе. Смотрите далее. Играя роль невест Дмитрия перед его родителями, Оля и Лена разошлись не на шутку. Без зазрения совести они уже начали вымогать деньги у предков. Родители, мягко говоря, обескуражены. Я хочу... Я не хочу... Знаете, хотя бы тысячу, мы сошли. Тысячу рублей. Вы почувствуете. И нужно отдавать... Это знакомство с родителями на музе. Жители маленьких городков России сейчас по-прежнему упрошают, куда же делась черная икра. Она вся на столе у группы Серебро, посмотрите. Слушай, а почему ты жрайка собирался? По троих девок кормить своих, а? А мы все будем заработать, зарабатывать на телевизоре. Вы проводите все это, понимаешь? Нет, мы питаемся на полной пищи, понимаешь? Да, это важно. Ифект булокай. Мы будем на тебе собирать ягоды. Давайте я сейчас... Давайте успокоиться, пожалуйста. Вам можно водички? Водички. Сейчас я линии передам. Сейчас. Тихо. 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 Подожди. Она что-то делает. Все, все. Сейчас ты заканчиваешь. Водя, осень. Надо жить с природой, в гармонии. Нам ничего не нужно. Мы хотим... Магичка нормальная. Это обычно. Водя, это точно природа. Правда, не отравитесь. Если отравитесь, я хочу тоже чуть-чуть попросить. Водя, у меня есть такая энергия прямая, добрая. Вы знаете, вы попробуете плечи на землю и почувствовать силу земли, энергию. Это я сейчас прочувствую. Земля матушка. А ваши папы и мамы знают такое? Конечно. Вы точно? Конечно. Мама очень верит во все это. Просто молча заходишь, забираешь и уходишь. Простите. Не волнуйтесь, это когда человек смотрит. Мебель. Это вот человек, который занимается продажей, продажей нашей мебели. Я тебе еще раз повторяю, меня интересуют просто такие вещи. Да, вот. Вот, представь, а йога беременная, а йога не работает. У нас небольшой дом, это достаточно хорошее. Вот, это наш дом, мы ее продадим, у нас будет много денег. Но они кончаются. А мы берем любви, это главное, понимаешь? Да. Любви, согласен. Мы не верим, мы не верим в этот брак, этот царь, с тобой пришли, не списались. У нас будет такая семья, у нас будет духовная семья. Скажи, а первый шаг, который мы сделали, мы начали отказываться от денег, не только от еды. Деньги не дайте. Деньги не дайте, на что вы сидите смотрите. Давайте отказываться от денег. Давайте отказываться от денег. Зажигалка. Зажигалка, зажигалку дайте. Мы, наверное, еще не все сказали. Мы стали немного отказываться от еды, мы стали отказываться от благ, и мы стали отказываться от денег. Я чувствую, что я должна сейчас признать, чтобы вы поняли. Я считаю, что деньги это зло. Деньги нам нужно... Смотрите. А мы и Париж живем когда-то. Вот это злые деньги. Это плохие деньги. Это праздные деньги, понимаете? Мы выступали, мы не работали руками, понимаете? Мы больше никогда так не будем делать. Все, кто нашел бизнесом, это плохое. Леночка, иди по морю, подожди по морю, подожди по дружелю, после денег. После денег надо мыть руки, давайте. Я тоже говорю, я тоже говорю, иди по морю обязательно. Обязательно почувствуйте то, что чувствует умы, и если откажетесь тоже от денег. Вам нужно просто попробовать, начать. Я хочу... Ну дайте хотя бы по тысячам из сажумых. Тысячу рублей. Вы почувствуете это. Это очень легко, на самом деле. Вы освободитесь. Вы только один раз попробуйте, вы поймете, как это. Вы или нет? Посмотрите. Мам, пап, пап. Вы не хотите? Конечно, голодная. Я пойду, скажу это. Ой, иди. Да, димочка. Ладно, я хочу, я помогу. Я не могу. Девчонки, вы замечательные. Я ничего не могу сказать. Я считаю, что очень практический, очень такой, как бы, ну, уже проживший какую-то все-таки жизнь. И я понимаю, что могут наступить такие времена, и, скорее всего, они наступят, что просто потребуются элементарно какие-то материальные блага. И элементарно теплая посетка твоего же ребенка. Маленького. На тебе. Такого же сына. Да, все по-другому. Ведь ребенок, почему у нас все сейчас болеют детишки? Потому что мало того, что кормят какими-то странной едой, и накрывают одеялком, а природа создавала человека, чтобы он спал вот такие голенькие. Он не будет болеть. Тибет воспитывает вообще по-другому. Это все, что он любит сейчас. Вы же извините. Все, что осталось. Вивок у нас нет, только хлеб, черная икра, немного печенья. Чая нету, если что, вот водичка осталась. Девочки на диете, только черная икра. Я вот за себя не могу. Танцена. 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 Как вы понимаете, Дима согласился на этот розыгрыш для родителей, зная, что у нас будет шпан черной икры. Знаешь, Дима, а может тебе-то не едят черную икру? А мы еще здесь. Это правда, мы еще не подготовились. Мы еще им Тибетик, мы все грязь с тебя сняли. Давайте начнем с чего-нибудь. Я не просто так, как я зажигалка, я чувствую. Ты что же? Мы не обязательно еще используем. А может мы дом зажгем, а? Садитесь на лицо папы. Он мог бы сниматься в мультфильмах. Это не все со мной. Далее в программе «Розыгрыш» продолжается. Родители по-прежнему верят в происходящее. Они уже передумали женить сына. Их единственное желание, как можно скорее покинуть этот дом. Увези меня за мной, что без этого рада. Знакомство с родителями на музе продолжается, чтобы довести ваших родителей. Необходимо просто немножко серебра. Я вообще не понимаю. С мамой, с вами уже прожили вместе. Вырастили тебя. Бог опыт. Трудиться. Трудиться. Я тоже своя зумба. Не хватает. С мамой, с тебя, надежды. Мы тоже поможем трудиться. Вы понимаете, мы будем руками трудиться. Да, я все поняла. Но мы больше не знаем, как все. Можно мы с родителями на несколько минут нам нужно поговорить? Потому что, мне кажется, наши разговоры – это неправильная разница. Да, три девицы под окном. Две пока. Три, а ночью. А прикинь, ничего, беременная, если в районе будет. Я даже могу понять. Слушай, две. Вы меня зацепили как-то в воде, вообще. Увези меня домой, что без этого рада. Правильно, ясно, что я знал, как он шрепченая крошка. Вот это я сразу голосую. Да, вот это нормально. Все остальное какое-то... Да, кто его приучил? Папа, по-моему, должен покурить сейчас. Пахнешь, как разнервничать. Пахнешь, еще чуть-чуть. Хочешь помариновать? Да, помариновать. Идите, идите вниз, идите. Мои, дядя. Идем. Наташа, как такое могло случиться? Я не понимаю. Как могло случиться? Парагоник упал. Девушка, садись. А вы нас не занимаете, правда? Мы вам не нравимся. Девушка, садись. Девушка, садись. А вот это не нравится. Давайте не начнем. Давайте не начнем. Логично все сделаем. Расправим точки вот как. Понимаете? Слава, дожди. Ты что-то нервничаешь. Еще бы, не нервничаешь. Ты что-то нервничаешь. Я еще очень спокойно. Я еще хочу, хочешь, да, я осмотрю. А вы курики? Нет. Нет, мы не ходим. На детском канале не ходим. Понимаешь, на детском канале курики нельзя. На детском канале. Нам смотрят дети. Вас все смотрят! Верните кресло, конца-то концов. Здравствуйте. Спасибо. Из него я не могу продолжать. Давайте начнем сначала. Вас встретил сын, ничего подозрительного. Правда? Дом крепость, чуть ли не портнулся. Не, ну вообще, конечно, так это... Стараюсь, как-то, держаться, да, ну... Нет, вы в лесу-то, честно. Заходите в наш дом, это наши рыбки. Ну-ка, пошли, да? Слушай, а-ка, две такие... В самом деле, как бы, да, я когда увидела, увидела Олю, ну, господи, у Слава, тебе, господи, девочка нормальная. Ну, как-то такое старая. Я так, честно говоря, думала, ну, мне приплыли. В какой-то момент, когда я смотрю на Талифа, она просто... Я в тот момент, потому что вдруг вы сейчас по-драться пойдете. Я просто боялась, что вы заплачете. Давайте разберемся в главном. Значит, Дима нам рассказала в одном, что есть у него все-таки одна маленькая проблема, которую ему нужно разрешить. Именно потому, что он не хочет, чтобы вы настаивали на чем-то в его жизни, он устроил это для вас. Я хоть заметил, что вот они девчих варят, а меня они все равно критикуют. А потому что ты получишь свое дома. Я чувствую. После того, что произошло, то есть, тут вердикт один. Был балбесом, так был балбесом. Я все-таки думаю, что в один прекрасный момент появится Максим и всю эту Харе Кришну разгонит. Ну, если это сейчас смотрит Максим, он как минимум думает, почему вы не на репетиции, девочки? А если это смотрят ваши родители, то в следующий раз, прежде чем лезть в вашу личную жизнь, они в сто раз подумают, потому что они могут оказаться на этом диване в следующий раз. Может быть, вам через неделю здесь же на канале Мус в программе «Знакомство с родителем». Меня зовут Тимур Родригес. Увидимся. Пока. Икорки. Я все поняла, но мы больше не даем концепты. Слабо консервис. Я думаю, что найдутся еще ордиты, которые будут вас радовать и бить вам музыку. Почему? Но это не мы. Извините. Это мы, да, это мы. Это мы.